Простая судьба, вы в этом убедились. Его запрещали, и он вновь триумфально возвращался на концертные сцены. В нынешнее время романс продолжает радовать слушателей своей мелодичностью, душевностью, сердечностью. Появляются новые романсы. О романсе можно говорить много-много. Он неисчерпаем и прекрасен. Как неисчерпаем и прекрасен то, из чего он рождается, расцветаясь, живет и дышит. Ведь это сама любовь говорит и взывает чудным голосом романса. Капли испарений катятся, как слезы. И туман нет, синий вычурный крусталь. Тени в двух мгновений, две увядших розы. А на них немая, мертвая печаль. Романс «Две розы». Музыка Самуила Покраса. Слова Павла Германа. Есть еще версии о том, что он написал этот романс слова Анатолий Адольфович Фрэнкель. Де Акриль. Романс «Две розы». Музыка и слова написаны не позднее 1924 года. В советское время автор романса «Две розы», композитор Покрас, автор стихов Павел Герман не указывались. Да и сам романс не популяризировал. Дело все в том, что на имени Самуила Покраса лежал вечный печаль запрета. Потому что он эмигрировал из страны. Несмотря на то, что он был автором таких песен, как «Красная армия всех сильней» и «Три танкиста». Итак, романс «Две розы». Романс «Две розы».